Здравствуйте! Сегодня последнее занятие в рамках открытого курса поджало, и на нем студенты Технополиса расскажут о тех проектах, которые они реализовали в качестве финального. Ну, мы решили сделать телеграм-фото, а мы именно, это я, Богдан Машенко, и мой напарник Артем Петров. Проекты, да? Вещи очень хорошие, нам дали задание сделать какой-то проект, что там, сети, потоки, коллекции, работа с файлами, ну, еще надо было что-нибудь придумать. Ну, и самое простое, что пришло к нам в голову, это написать бота для телеграм, да? Бот, что мы писали из домашних заданий, ну, делали запросы к погоде, почему бы не сделать бот, который выдает запросы о погоде, почему бы не добавить к нему фичу, чтобы он выдавал нам новости, ну, в общем, так родилась идея, так мы сделали и реализовали, у нас получился телеграм-бот, который просто отвечает на некоторые запросики, выдает новости и погоду в зависимости от города. Ну, в общем, вот это вот страшная, на самом деле не страшная UML-схемка, она показывает общую архитектуру всего нашего приложения. Есть гораздо более страшная UML-схемка, которая показывает зависимости, но кто хочет, тот разберется, кто не хочет, тот ну нафиг. Вернем все обратно. Ну, как работает телеграм-бот, да? Есть у нас телеграм-апи, которая хранится в свободном доступе, к нему есть документация, все просто идеально. Ну, взяли, написали на нем бота, добавили в качестве архитектурных решений несколько паттернов, например, машину состояний. Ну, если бы у меня была какая-нибудь указка, почему бы не эта ручка? Вот. Эта часть, это как раз-таки является машиной состояния, которую мы реализовали. То есть у нас есть состояние там главного меню, меню с погодой, меню с новостями. Все это архитектурно сделано. Ну, там маленькие решения типа синглтонов и там шаблонных методов, неважно. Давайте, наверное, посмотрим. Самое сложное во всем этом было пробиться сквозь броню Роскомнадзора и настроить прокси. А, небольшое приветственное слово от нашего великолепного бота, да, который говорит нам, что будет бегать за информацией. Ну, давайте войдем в меню. Да. Ну, хотим погоду. Какой город? Так, давай что-нибудь, что попроще пишется. Так, вот так, да? Я прав? Ух ты, в Москве 20,2 градуса. Заметьте, у нас здесь есть история самых последних, да, самых часто задаваемых запросов. Давайте город, центр вселенной, как известно, город Луга. Откуда родом мой напарничек. Вот, пожалуйста. Да. Ну, что-то надоела погода, да, давайте. Это четырех. Ну, чтобы он, если просто бесконечно, то оно реально будет вылазить просто. Оно по частоте. То есть наверху самые частые запросы, которые были. А, продолжаем. Новости. Новости мы использовали как тот же самый фреймворк, как в ДЗ, через РСС, брали ссылочки. Ну, что рассказывать, лучше показывать. А, Луга. Почему Луга? Да. Так. Актер Петр... Женщина предстанет перед судом за незаконное распространение пиратских DVD-дисков. Кто-то пользуется DVD-дисками до сих пор? Ладно, хорошо. А, ну да. Давайте мой город. В Севастополе начались кадетские игры. Крыму объявлены чин, т.д. РПЦ о пользе запрета абортов. Я приду, почитаю. Мне даже интересно. В общем, да, по сути, это все, что мы видим в наш флот. Только помните, мы же сохраняли информацию, да, вот эта вот вся статистика, она еще пишется в логе. А у нас же цифровой век, да, у нас даже в России есть закон о забвении, по которому ты можешь прийти как бы, да, к любому поставщику услугой сказать, типа, удали все мои файлы. Ну, пожалуйста, ладно, пресет. У нас ничего не будет. Как вы видите, вот у нас никакой истории с чистого листа начали нашу жизнь. Ну, собственно, вот и все. Вот и наш проект, небольшой такой бот. Ну, неделька работы. Все хорошо. Спасибо за внимание. Вопросы, замечания, предложения, пожелания. Нет, 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 у нас логируются все запросы от разных пользователей. Какой пользователь, когда, что просил. Все это записывается в файлики, в отдельные файлики для каждого чата. И когда я снова захожу, что ли, у нас считывается? У нас считывается, что ли? А, ну да. Ну да, когда вы запрос управляете, это все файлики. Ну и потом он считывается, да? Да, потом это все, ну, ресетится, если я захочу. Да, бот он, ну, если он будет работать 24 на 7, ему, в принципе, в оперативной памяти будет достаточно держать это все. Пароль не скажу. Всем привет, меня зовут Саша Перепичко, это мой напарник. Алексей. Медведь. Вот, когда нам сказали, что нужно делать что-то, было очень сложно выбрать что, и мы выбрали инвертированный индекс. Это штука, которая используется в поисковике, и вот суть заключается в том, что вы не, у вас есть, вы храните данные не ссылка и в ней слова, а храните слова, и относительно каждому слову храните ссылку. И когда пользуетесь вот этот запрос, вы приходите по словам, достаете все эти ссылки и возвращаете его пользователю. Ну, то есть стандартная схема всего, что угодно в виде поисковиков. Вот, мы работаем с базой, у нас все ссылки хранятся в базе, все слова хранятся тоже в базе данных. Мы используем Postgres, Postgres-клеер, и используем JSON. Вот, храним там JSON. Приступим. Так. Когда мы запускаем программу, для начала у нас... Давай запускай. Нет, давай сначала расскажем. Хорошо. Сначала теория. В общем, входным аргументом командной строки мы подаем имя конфигурационного файла. Он там читается, в нем содержится... В нем содержится, ну, все, что нужно для подключения к базе данных, также глубина поиска по сайтам и количество потоков, которые необходимо будет использовать. Далее происходит парсинг всех сайтов, которые изначально заданы в таблице базы... Которые изначально заданы в таблице базы данных. За потоки у нас отвечает некий менеджер. Здесь мы используем Executor-сервис, вот, и с фиксированным количеством потоков, которые мы задаем в файле. В общем, каждый поток у нас является callable и возвращает некий фьючер, который содержит слова, найденные на каждом сайте. Вот. Собственно, вот у нас поток. Здесь мы получаем все слова, потом, чтобы передать их в базу данных. Также мы здесь создаем новые потоки по всем найденным ссылкам на данном сайте. Мы проверяем, является ли эта ссылка родственной к данному сайту. Вот. И если она родственная, то мы создаем новый поток и передаем его в менеджер на исполнение. Все? Да, то есть у нас просто достаются ссылки. Мы их одновременно множеством потоков обрабатываем. В ссылках находим ссылки и обрабатываем еще как бы в несколько глубин, скажем так. Доходим там до конца, все закидываем в базу. И вот, да, вот так выглядит база. Ну, тут пока не очень реализованы стоп-слова. Ну, в смысле слова, которые мы не хотим добавлять. Просто потому, что их пока слишком много. Также для каждой ссылки мы храним статус, то есть распарсили ее или нет. То есть при повторном запуске программы, если статус окей, чек, то мы эту ссылку не рассматриваем. Да, еще ранжируются они. Мы храним сколько раз повторяется в ссылке это слово. И есть ли оно в заголовке. Вот. Для того, чтобы самые крутые ссылки, где оно прямо в заголовке, много раз повторяется, чтобы они как бы были на самом верху, предлагаемые к вам. Вот. Еще была такая штука, как мы хотели использовать паттер, называется прокси. Вот, как раз таки для базы. Вот, но это прям супер, как кэш, скажем так, в презент памяти, чтобы она не была прям настолько... Так, ну, короче. Сейчас. Когда программа заканчивается, да, все, что... Кэш — это обращение? Чтобы уменьшить обращаться к байсерам? Да, чтобы уменьшить байсерам, к байсерам должны использовать кэш. Вот. Но он, если будет просто храниться в программе, когда он закончится, он сразу упадет и исчезнет. И как бы ваш кэш никакого смысла не имеет. Вот. Есть такие сервисы, как, например, кэш, ты еще второй, но они прям суперсложны реализации, там что-то устанавливать, прям на компьютер, что будет заниматься вашей оперативной памятью, все распределяется, все это подключаться. И, короче, пока что это еще не дореализовано. Назвы. Вот. Запустим программу, да? Запустим. Ну, там вы уже, как видели, мы распарсили заранее. Запускаем. Ну вот, он уже все распарсил, спрашивает, что вы хотите найти. Что мы хотим найти? Не знаю. Позда, типа позвис, крейт, табейс. Что мы можем найти? Какое-нибудь слово. Спрашивает, куда вывести. Выберем консоль. И он нам выведет. Ну, как бы все ссылки, где встречаются. Все ссылки. По чистоте и по тому являетелю, ну, находим его в заголовке. Наверное, нужно знать, что нет, типа там, 20 хотя бы. Ну, мы выводимся. Ну, мы выводимся. Ну, вот. Так. Работает. По чистоте сверху вниз самая частая. Конечно. Ну, там в конце, может быть. Ну, он вывел, и дальше можем опять вводить. Да, да, и может, конечно. Крещеный сапога. Да. Ну, вот, все. Вопросы, предложения. Меня зовут Беседин Роман. Я сделал аналог игры Старый Понг. Но, то есть, так, чтобы можно было с нескольких компьютеров играть. Ну, то есть, есть компьютер, на котором... Так, ладно. Сейчас. Два компьютера, они соединятся по сети. И вот на одном компьютере и на другом игра. И они могут играть. Все. Сейчас покажу, как это работает. Сейчас у меня в роли основы компьютера и дополнительного, значит, уступает мой. Ильичник. Один. Ну, вот, получается, если мы тут перемещаем со второго, то, например, он перемещается. Ну, и тут ведется счет еще. Все. Из паттернов, ну, из основных, из таких общих компьютерных, это принцип мастер-слейв, или как по-русски, это ведущий, ведомый. А из чисто программирования, это тут очередь. Продюсер-кансумер, в общем, через блокирующую очередь. Все. Вопрос. А через что они соединяются? То есть какой-то щервак? Смотри, есть, ну, мастер-слейв, в принципе, да, есть мастер, это основной компьютер, на котором идут все расчеты. Есть второй компьютер, который клиент, как бы, его. И со второго, с этого клиента отправляются нажатия, ну, которые там человек произвел. Вот на этот основной компьютер он все рассчитывает и отдает ему обратно данные, как надо отрисовывать, ну, сцены. Соединяются они по... Я сначала делал по TCP, сокет, потом подумал, типа, надо же по EDP. Вот, переписался на EDP, сокет. И все так работает. А какие данные передаются? Передается... Ну, я все очень так прямолинейно сделал, то есть на каждый запрос передается вся сцена, то есть это передается координата верхней, то есть координата мастера ракетки, координата второй ракетки и координата шарика. Ну, еще счет передается и... Ну, все, по-моему. Ну, то есть координата, ширина, счет. Что-то еще интересного было. Основная проблема была то, что вот... Ну, этот SphinxUseal, это джавовская чисто вот эта вот фреймворк для построения графического интерфейса. И у меня основная проблема была то, что там... В общем, если ты репейнт часто делаешь, цены, то в SphinxUseal вот эти репейнты могут объединяться в один. Как бы они объединяются в один, а вводятся уже потом объединенными. То есть они объединяются виртуально, а отрисовываются уже как все вместе. И вот у меня проблема была то, что медленно отрисовывалось это все. И я пришлось там пару костылей добавить. Но потом я разобрался, как это надо было делать правильно и сделал правильно. Но в целом, типа, хотел написать хорошо. Получилось, как всегда. Ну, получилось. Ну, получилось хорошо, если пасть. Ну, получилось, да. Получилось. Получилось. Ну, вот все. Спасибо за внимание. Всем привет. Меня зовут Дима Павлов. Сегодня я покажу вам очень примитивную, очень такую приложенькую, клиент-серверную. Это чат. Он будет многопользовательский. То есть у нас будет, ну, как логично, клиент, есть сервер. Мы можем создать много пользователей и сообщения, которые будут отправлять один участник, они будут видны у всех остальных. То есть мы передаем какое-то сообщение серверу через сокеты, он их забирает и потом раздает всем другим участникам. То есть банальная задачка такая получилась. Можно сразу приступить к ее запуску. То есть сначала мы запускаем сервер. Затем мы можем запускать какое угодно количество клиентов. Допустим, у нас сейчас один участник. Мы вводим какое-то имя. Пишем сообщение. Пока что один участник, естественно, больше никто его не увидит. Запускаем еще одного. Теперь у нас уже, наверное, двое. Назовем его в каком-нибудь Вите. Пишем привет. Пожалуйста. Будет видно там. Конечно, тут графический интерфейс оставляет желать лучшего. То есть прямо очень так все интернативно сделано. Но на то, чтобы было время, в принципе, то получилось. Вопросы? По реализации, может быть. У тебя вот это поле под имя, оно как бы подстраивается под вину, да? Это поле, оно себя ведет довольно рандомно. То есть я могу его изменить и не стать именем другого человека? Да, это имя можно, то есть оно не закрепляется, но можно каждое иное сообщение менять имя. То есть ты сначала мог быть вообще женщиной, потом достать мужчиной, к примеру, потом какие-то инопланетян имя. Ну, оно работает, в принципе. Я уже рад. Значит, оно только в рантайме хранится. Да, да. То есть после того, как мы сервер останавливаем, это все стирается. И потом заодно запускается уже с чистого листа. Уложился. Какой-нибудь лайфхак, посмотреть чат до того, как я вошел как-то в одну... Чат посмотреть до того, как я вошел? Нет. Вот смотри, допустим, видишь, у нас вот эта часть не был первым, Петя, вот он в белом циферке. Здесь он зашел, этого нету. А чтобы посмотреть, имею в виду, чтобы это его как раз исправить, и можно было, да? Ну, как-нибудь там, да, как-нибудь, если я вдруг залезу внезапно в исходный корень, как это будет? Не задавался таким вопросом. Хорошая тема для того, чтобы это расширить, но на данный момент то, что есть. Очень банально, да, согласен. Все, наверное. Всем привет! Меня зовут Олег Ильсина, это Стас Милько. И, в общем, когда нам дали задание по Технополису сделать что-то, мы были очень довольно занятыми студентами, и у нас весь день состоялось какие-то задач, 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 которые нужно сделать. Мы решили, что далеко ходить, замутим свой маленький, простенький туду-листик. Вот, мы назвали его Ноти. Это вообще не нравится, совершенно. Вот, все началось с небольшого консольного прототипа, а потом-то получилось, что мы решили попалываться, давайте запустим консольный прототип. И покажем уже, что получилось в итоге. Вот, здесь все просто... Сначала это было так. Да, сначала это было так. Вот мы можем посмотреть все задачи. Вот, задача защитить Технополис. Вот, можем прямо сейчас добавить задачу. Например, защищаем Технополис. Ошибка, Стас, ошибка. Где? Технополис. Так, защищаем Технополис. Так, ну, до скольки мы это будем защищать? Ну, до девяти, допустим. Так, сегодня у нас двадцатое. 21. Так, ну, опишем. Защищаем. Ну, и приоритет. Укажем. 2. Вот, теперь можем посмотреть, она у нас здесь появилась. Ну, на этом с консолью закончим. Ну, как-то очень быстро, в общем, это все реализовали, решили усложнить себе задачу и жизнь. Да, мы решили сделать поинтереснее и прикрутили к этому всему графический интерфейс. Вот. Те задачи, которые мы добавляли сейчас, вот одна у нас была, другая была добавлена только что. Они у нас отобразились здесь, потому что мы используем сериализацию, использовать базы данных в нашем случае не совсем целесообразно было. Мы сериализуем два списка. Первый список это актуальные задачи и второй список задачи в архиве. так, ну, мы можем удалить задачу, можем восстановить ее. Вот. Можем отредактировать. поменяем время. О, нет, я время неправильно указал, он мне об этом сказал. Вот. Сохранили. Защищаем Технополис сейчас. Я думаю, об этом стоит рассказать моим друзьям. можно потом номер телефона мой будет замазать. Все. и давайте убедимся в том, что она у нас разместилась. Действительно. Защищаем Технополис сейчас. Должно быть выполнено до 20 мая 2019 в 21 год. Защищаем. Ну вот, мы можем убедиться, что это написал через приложение Noti. В принципе, это все. В принципе, да, функционал простой, но есть уже идеи на перспективу, как эту идею можно развить и сделать из этого более жизнеспособный продукт. Ну, в принципе, у нас все. Если есть какие-то вопросы, мы на них рады ответить. Храним мы информацию таким образом. У нас есть класс Notification, который сериализуется, и здесь хранятся четыре основных наших свойствах. Мы имеем класс NotiBase, в котором хранится два Observable Лист, то есть мы их используем для того, чтобы это все нормально работало с графическим интерфейсом на JavaFX. Вот. Архив и текущие задачи. Есть класс Serializer, который упаковывает и достает эти листы, хранит он их в виде простых массивов. Notification. Каждый раз при запуске и какой-то операции с листами он их сериализует, чтобы данные не потеряли случаи, там, обо время закрытия программы или чего-то там. Вот. А можно для особо одаренных? Что значит сериализует? То есть делали по факту пробиваться? Сериализует это мы имеем объект и нам нужно упаковать его в файл. То есть он записывает состояние объекта в файл. еще есть какие-то вопросы? Java, 11, Java. Наработало все. Ну, он были там проблемы сначала при загрузке. Нет, потом разобрались на 11 Java запустился, 12 ставить не пришлось. Просто установили версию JavaFX поменьше. Вот. Вот так. Все. Я решил использовать те вещи, которые нам рассказывали здесь. А, мне зовут Михаил Косиньков. Те вещи, которые нам рассказывали для того, чтобы разобраться в такой вещи, как Spring и CyberMate для того, чтобы работать с базой данных. Вот. Потому что я очень давно хотел попытаться что-то изобразить. И, в принципе, идея сервера, который генерировал бы какие-то данные по запросам извне, звучит очень интересно. ну, кроме того, в программе курса у меня есть база данных и мне собственно пригодится то, что я здесь написал. В общем, есть контроллер, который выводит некоторые репетитории, то есть обращается к некоторым таблицам и выводит то, что в них на данный момент находится. Сейчас там есть, что уже ничего нет. И есть генератор, который мы переходим по специальному URL, который вызывает метод генерейт и генерирует ну, почти всю базу данных, не до конца я там все дописал, но, тем не менее, он работает достаточно эффективно, ну, по крайней мере, на моем процессоре это более-менее как-то работает нормально. Так, ну, сейчас можем запустить сервер, проверим, что здесь у нас пусто. Это таблица с объектами оперативной памяти, то есть у меня что-то наподобие интернет-магазина, в котором хранятся компьютерные комплектующие. и сейчас мы начнем все генерировать. Вот, он погнал нам делать очень много вещей. Так, смотрим, что у нас теперь есть, и тут у нас очень много всего. Да, из интересных вещей я прикрутил сюда, то есть генерируются все имена и различные значения с помощью такой штуки, как фейкер. Я подсмотрелся в одногруппнике, просто очень мне понравилось. С помощью него можно генерировать различные имена, адреса, названия компаний и все такое прочее. Но так как не было ничего специального для моей тематики, пришлось использовать компании, ладно, рок-группы, как раз здесь игры, для того, чтобы сделать это все более уникальным, я добавлял дополнительные индексы в конце, чтобы увеличить вероятность того, что они будут уникальными и, собственно, мне не придется отлавливать исключение о том, что у меня ключи совпадают и слишком много тратить лишних действий. Вот. Ну, и вот, да, процессоры с именами котиков. Вот, собственно, тут почти вся база заполнена. Все количество я пока передаю просто через конструктор, потому что я просто не успел припредить конфигурационный файл, а делать это на коленке за 5 минут до презентации мне не хотелось. Но, если что, это по-хорошему, конечно, нужно делать с какого-то файлика красивого. Вопросы? Знаю, да, какие там таблицы, какая база? Да, да, здесь очень много таблиц, и получается, что каждая таблица описывается как отдельный объект. то есть, вот, например, этот объект cases, он ассоциирован с таблицей, которая называется соответственно cases, и все колонки здесь прописаны. А, вот, да, getter, setter и constructor прописываются с помощью фреймворка Lombok, который позволяет сократить просто ну, такие вещи, как getter и setter, ну, просто потому, что это было бы слишком огромным нагромождением, и это не так красиво. Вот. Да. Ну, и, соответственно, все связи хранятся тоже с помощью специальных аннотаций, которые прописаны в гибернете, я очень долго с этим разбирался. Вот. Еще вопросы какие-нибудь? Что-нибудь? Намного сложнее гибернет, чем HDBC. Ну, я не написал ни одного селекта и инсерта за то время, пока я это делал, поэтому, ну, не знаю, ну, мне понравилось. Ну, если разобраться, я просто еще, я просто еще не до конца разобрался, поэтому мне это все кажется еще до сих пор слишком сложным, но я думаю, если знать, что делать, это, конечно, намного удобнее, чем вручную составлять все запросы. Все тогда. Спасибо за внимание. Спасибо. Итак, на этом все. Вы могли заметить, что было шесть проектов, какие-то были сделаны в одиночку, какие-то были сделаны в парах. Можно было заметить, все студенты старались, каждый смог сделать столько, сколько сделал, и это здорово, что есть желание программировать и делать крутые штуки. На этом наш курс заканчивается. Всем спасибо. Приходите в следующем году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok